Герои 3. Один против семерых. На самой маленькой карте. Но это модификация во имя богов. Играть будем, конечно же, за Цитадель. Мой любимый замок, как вы можете понять из названия канала. А мейном возьмем Горнисона, чтобы дать компу немного расслабить булки, ибо всем известно, что баллистика в Героях 3 навык слабый. По настройкам даже не спрашивайте меня, я их тыкал полгода назад в пьяном бреду. Ну, по другому слогам никак. Но, если вы соберете 1000 лайков на этом видео, то я поясню за каждую существующую настройку ВОК в отдельном видео. Так, спавнимся со стартовой армии в 25 гоблинов, в городе с замечательным названием Крэгмур. Думаю, сразу построить храм Вальгау, единичка так и не лишняя. Да и при потере героя хотелось бы попасть туда, а не в меню игры. Видим первого врага, ну, воинов у него сдало немного. Так что, думаю, не сильно сложно будет отхапать себе этот городок. При арт-подготовке баллиста Героя убивает 21 существо. Так, угу-угу. Ну, пока все справедливо, в принципе. Вражеский командир убедил несколько существ из вашей армии покинуть поле брони и жить мирной жизнью. Нет! 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 Дерьмо! Слушайте, ну, баллист вроде даже неплохо бьет. Пока еще не понял. Не пристрелялся. Существа, которые покинули поле боя под влиянием вражеского командира, вернулись. Гоблин чисто домой сходил, супец навернул и назад на войну. Ход пропускаем, осаду принимаем. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, лучники, грифон улучшены. Ой-ёй-ёй. Да, наверное, зря у меня стоит эта настройка на халявные арты всем героям за полученный уровень. Я как будто бы не в героев играю, а в какой-нибудь пабг. Лутецкий прям в ручке плывет. Так, у нас осталось 9 гоблинов и не то чтобы они нам сильно помогают в боях. А вот разгон портит. Без существ будем сильно дальше бегать. Так в логе можно за счет командира. Пока идем хорошо. Наш командир, если кто не знал, призывает за счет своего уровня дополнительные баллисты. Поэтому наваливаем смачно. Я сам, если честно не знал, просто решил сейчас блеснуть скиллом. Да и сам командир, знаете, раскидывает направо и налево. Вождь людоедов юдишек поел. Да, в окна кидывает приколов. Брат за брата, герои 4 за основу взятых. На экране вы можете наблюдать мой типичный отыгрыш за лучников ДНД. Больше всего в этом моде мне всегда нравилось качать командира. Это как будто бы мини игра в вырасте своего домашнего лазурного дракона. Эта карта за счет своего размера не дает нам сильно раскачаться, но на мапе чуть больше получился такой лютый монстр, что страшно себе представить. Причем как раз таки командир варваров кажется тут очень сильным. За счет халявных баллист, которые восстанавливаются после каждого боя. Комп ну очень любит подолбить именно в них. В последнем бое я залутал немного артефактов, среди которых были карты пророчеств. Они в воге перед началом каждого боя дают какие-то положительные или отрицательные бонусы на рандом. И знаете что? В одном из боев мне выпал перевернутый туз. Обнуление всех статов меня похоронило и пришлось перезагружаться. Неподдельное веселье. Но потом, в какой-то момент этот артефакт полностью сломался и обнулил мне статы в принципе. Навсегда. Все мое горе компенсировал обелиск на дороге, сразу же показавший местоположение Гороаля. Я его естественно без проблем выкопал и поставил в непонерфленное охотовцами сопряжение, дающее нам всю магию. На первой сп правда, но меня уже ничего не остановит. Тут боты уже даже на автобое отваливались легко. Я захватил последний замок, все было кончено. Да, коротенько конечно получилось, так что вот вам бонусом покажу смешную настройку, улучшающую орлейный глаз. Спасибо, что посмотрели этот поток безумия, господа. Если хотите прохождение с какими-то смешными настройками или за какого-нибудь стракера, то пишите об этом в комментариях. Я обязательно прочитаю ваши пожелания и сделаю по-своему. Не забывайте про нашу телегу, в которой дожидаться следующего ролика по кампаниям ходы будет в разы веселее. И до скорого.